Лиза, добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже познакомились, я смотрю, с Аватаром. Его зовут Аватар. Дело в том, что он у меня на Аватарке. Да, у вас сейчас три. Мы его пристроим, я думаю, кому-нибудь из зрителей. Там будет телефончик. Тем более он до такой степени ласковый. Малыш. Да, ему вот всего. Малыш, смотрите, мы уже очень любим друг друга. Малыш. Ровно так, как я готов к эфиру. Скажите, а у вас были домашние животные? Да, у меня всегда, всю жизнь были домашние животные. Сейчас, к своему огромному сожалению, я не могу себе позволить. Мой славный домашние животные, потому что это большая ответственность. Я редко бываю дома. Но как только у меня эта возможность возникнет. Ну вы понимаете, да? Вы понимаете, почему? Потому что я считаю, что в доме обязательно должно быть животное. И когда мне говорят, что у нас маленький ребенок, мы не знаем, как... У ребенка обязательно должно быть животное, потому что только так он учится любви, заботе и ответственности с самого рождения. Но потом они терапевтичны, там есть просто утилитарная польза. Ну это же кошка-терапия, конечно. Да, поэтому это просто имеет вещь в хозяйстве еще абсолютно такая полезная. Да, это полезная. Ну вот это реально антистресс, это реально друг. Тем более коты, кошки, они, конечно, хитрые, потому что я не кошатница, не собачатница, я люблю и тех, и тех. Но я считаю, что вот любовь собаки достаточно просто заслужить. Ну вот эту временную любовь, потому что собаку покормила, она тебе хвостом завиляла и все. Кот, если тебя не любит, кот даже твою еду есть не будет. Он гордо отвернется, пойдет поймает мышь. Или украдет потом эту же еду. Ну то есть как бы его сложно заставить себя полюбить. Поэтому это такая еще наука коммуникации. А заставить полюбить слушателей и зрителей, это как вот задача? Вас ведь очень любят, вас очень преданные на самом деле поклонники. Это вы для себя объясняете, чем? Они любят персонаж, вот какой-то контент, и они любят музыку? Мне кажется, что они, честно, такой тупиковый вопрос, потому что откуда мне по-честному знать? Я себе это вижу вот так вот, а может быть на самом деле это по-другому. Единственное, что я точно знаю, что заставить людей полюбить себя невозможно, это во-первых... Не, ну это продюсерская задача, как же, ну с точки зрения маркетинга... Заставить? Ну, может быть, это не точный глагол, но... Да, вот максимально большему количеству показать, что это есть. Мне кажется, вот это правильно, потому что заставить-то невозможно. Показать, всем показать. Есть это, ваше отношение к этому, да, к музыке, к музыке. Вот, есть такая музыка, смотрите, слушайте, э-э-эй, есть такая музыка. А отношение, это во-первых, во-вторых, далеко не многие любят, ну не все. И вот когда ты это понимаешь... Любят ваше творчество. Меня, мое творчество, вот меня, не зная меня совершенно, очень многих я раздражаю. Вот, и когда я, наконец-то, это поняла, что просто так, не почему, ты можешь кого-то раздражать, мне как-то проще стало вот... Вы раздражаете людей, вы считаете? Ну, кого? Есть такие люди, которых вы раздражаете. Мы, опять же, не про творчество говорим. Да, 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 я как сутулый персонаж, который много смеется и неадекватно себя порой ведет. Да, да, да. Вы считаете, что вы неадекватно себя ведете? Нет, не я считаю, я себя считаю вполне, как бы, вполне себе, некоторые так считают. У меня на сцене постоянно, постоянно работа над собой, по-честному. Проявлять в себе и в людях, которые почему-то пришли на мой концерт, проявлять что-то хорошее. Помогать себе, искать в себе что-то хорошее. Каким образом это можно сделать? Ну, музыка, в принципе, такая тема, такая штука интересная. Она очень многое проявляет. Она очень много... она ведь... музыка очень влияет на нас. Нет, я по себе-то, я просто вот не сомневаюсь, для меня музыка наркотик, то есть, ну вот... Да, абсолютно. Поэтому в какой-то момент я поняла, что я больше хочу петь позитивных песен, положительных. Не простых, элементарных и примитивных, как может показаться, а песен, не тех песен, которые помогают людям вообще не думать, а которые все-таки провоцируют людей на какие-то мысли, провоцируют людей на какие-то вопросы, но обязательно дают надежду, дают ответы какие-то. Мы сейчас говорим про текстовую составляющую или... Про настроение. А, про настроение. Я не люблю делить песню на... ну, вот расчлененку вот эту я не люблю. Песня для меня... это вот песня, это нечто такое. И она рождается целиком прям сейчас у вас? Да, да. Вот я не пишу песен, я песни ищу, поэтому я не могу взять текст и потом найти на него музыку. Я вижу песню, мне присылают огромное количество, нам присылают огромное количество демок. Демок до такой степени разного качества. Это иногда что-то очень смешно записано на диктофон под расстроенную губную гармошку, ну, что угодно, образно говоря. Вот. И вот магия в этом, в плохом качестве, расслышать песню будущую, вот это, вот это то большое, красивое, пушистое, о чем мы сейчас говорим. Это магия, абсолютная. Скажите, а вот если возвращаться к теме, там, народной любви и к теме ваших интервью, я сейчас буду проверять, что там правда, что не правда. Давайте, давайте, с удовольствием. Смешной эпизод такой вы рассказывали, если вы рассказывали, потому что это печатное было интервью, что вас попросили автограф в аэропорту, маленькая девочка. Про Ваингу? Да. Да. Расскажите, пожалуйста, из первого хуста хочу услышать. Да, это очень забавно. Просто девочка, ну, вообще утро в аэропорту, это всегда счастливая Лиза, то есть я счастливая, любящая все. Ну, потому что утро, вот, но дети это дети, дети это наше все, поэтому, когда подходит ко мне девочка, я... Собираетесь? Да, я правда собираюсь, потому что, там, я взрослому человеку знаю, что ответить, когда кто-то хочет со мной в 6 утра сфотографироваться, но не потому что я такая вся, о, боже, но потому что никакая девочка в 6 утра в аэропорту не хочет фотографироваться, сами согласитесь. То есть, ну, ни одна есть. Даже никакой мальчик, я думаю, не хочет. Поэтому, ребята, как бы, звездная болезнь, да, да, вот, но дети, здравствуйте, можно у вас автограф? Говорю, автограф вообще без проблем, хорошая. Моя, говорит, мама вас так любит, или бабушка, она сказала, я не помню. Бабушка. Я говорю, без проблем, хорошая, только у меня не на чем. Принесешь листочек, ручку? Она говорит, да, конечно, вот. Она сбегала, принесла целую книгу, и вот на титульной странице, я еще посмеялась, что я вроде и книги не писала, да, и уже сейчас поспешила кому-то. Говорит, боже, моя бабушка так вас любит, так вас любит. Я говорю, ну, здорово, что пишет бабушка? Говорит, извините, пожалуйста, а вы елка или вайн? Ну, а я сидела в компании своих ребят-музыкантов, у которых прекрасное черное чувство юмора, которое я обожаю. Вот, мы, конечно, все очень громко долго смеялись, потом я у девочки спросила, кого, собственно, бабушка больше любит, потому что мне не сложно. За Ваенгу расписаться, да. Ну, мне не сложно, я думаю, что никто не расстроится. Вот, ну, мне кажется, что это очень забавно. Да, а если мы говорим про звездные всякие дела, вы ведь, опять же, возвращаясь к тому, что я читал, в 14 лет уже себя почувствовали звездой, да? Да. Да, ну, вот расскажите об этом. Да, ну, во-первых, у меня был КВН, это была команда КВН, вообще-то я была там единственной девочкой. Ну, вот, когда ты в стране... Это очень удобно всегда. Да. Это очень удобно, конечно. Мальчики, потому что мы жили все восьмером, в десятером в одной огромной палате. Мальчики, мне надо переодеться. Выйдите, пожалуйста. Иди в туалет. Так удобно, так удобно. Поэтому, нет, ну, слушайте, ну, в 14 лет, мне кажется, вообще всех кроет, по-честному, то есть очень, по разным причинам. А когда у тебя еще есть какая-то, какой-то минимальный шанс возгордиться собой, ты пренепременно пользуешься этим. Вы воспользовались, да, этим шансом? Естественно. То есть вы ощущали себя звездой? Да, как они, ой. Да? Да, это так смешно. А это был КВН чего? То есть это клуб был? Это была наша школьная команда. Школьная команда? Да, которая переросла потом в школьную команду, потом мы стали студенческой командой, потом мы, ну, достаточно долго. Но вы пели уже тогда? Я только и пела. А, то есть вы там не сжигали, не острили? Ваша функция была в клубе? Нет, нет, нет. Я достаточно замкнута, мнительно. И, да, и очень... Ну, я не самая хорошая актриса. Ну, так по-честному. Да? Нету во мне... По крайней мере, в 14 лет точно не было вот этой вот... Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, естественно, все, что тогда было, мной сейчас используется. Нет, ну, подсказывается... Потому что это опыт, это, несомненно, это огромный, колоссальный опыт. Вот. И то, что... То, зачем я тогда просто наблюдала, то сейчас я иногда могу использовать. Ну, да. Нет, а потом, когда в 14 лет, ну, понимаешь, что что-то ты можешь и привлекаешь внимание, это для самооценки, по-моему, очень здорово. Ну, мне кажется, что в 14 ничего не помогает для самооценки. Потому что все мы, вот, комок просто комплексов сомнений, слез, разочарований. Ой, малыш, мы найдем тебе хозяина обязательно. Найдем. Я уверен, что вот после сегодняшнего эфира аватар у нас будет пристроен. Вы себя считаете русской певицей? Вот это такой самый провокационный вопрос, потому что... Ну, а как же, позиционирование какое-то должно быть? Нет, нет, в этом не обязательно, вообще не должно. Вот слово «должно». У меня нету слова «должно». В моем арсенале нету слова «кто», «почему». А, «ва», сразу «прошлое» всплывает. Чего, «кто», «что». Ну, почему должна? Не должна и не позиционирую. Потому что я родилась в Украине, я обожаю город Ужгород. Это навсегда останется моим домом, вот самым родным местом на земле. Я нашла себя как певица, как певица, как артист, как человек, у которого есть столько возможностей. А ведь есть. Мы ухо чешем. В Москве этот город дал мне очень многое. Он мне дал надежду на то, что можно не просто мечтать, а мечтать о том, что твои мечты когда-то сбудутся. Поэтому какого черта я должна себя как-то позиционировать? Я обожаю Киев. Я очень люблю Украину. Потому что это меридный дом. И это моя любовь на вся життя. Поэтому ты продала себя. Вот эти все разговорчики. Нет, вот эти разговорчики я не слышала. Я просто этого тоже очень много слышала. Если вам так удобно думать, то конечно да. Но вас принимают-то как? Вы когда были, допустим, на своей малой родине? Я два раза в году обязательно езжу в Ужгород. На гастроли? Нет. Отдыхать домой, обниматься с родными. На обнимашке просто. На обнимашке, на мимимишечке. Я так догадываюсь, что это не самая тема для вас комфортная. Вот про русско-украинские отношения. Я просто не очень ее люблю, потому что мне, честно говоря, поднадоело то, что нас пытаются разделить. Так нет. Есть же люди, которые наоборот пытаются соединить. Соединить по-хорошему, не в имперском смысле, а именно для того, чтобы... Потому что ведь мы родные. Ведь мы родные. Конечно. Мы родные, Киев, мать городов русских. И это единственное, первое и единственное, о чем я всегда говорю. Мы родные. Да. У нас практически одинаковые языки. Ну, по крайней мере, я хорошо понимаю оба. Я вот у Олега Скрипке, ну, из вопли Ведоплясова, вы знаете, спрашивал, и вас спрашиваю, возможно ли такая ситуация в российском каком-нибудь городе, которая возникла, по-моему, это было в Тернополе, когда Потапа и Настю просто закидали там сельхозпродукты из-за того, что они пели на русском языке. Может ли украинский артист из-за того, что... Украинский, простите. А? Украинский. Украинский, извините. Извините, ради бога, украинский. Я не ради себя, ради... Да, да, ну, спасибо, да. Вот. Может ли украинский артист подвергнуться вот такой атаке в каком-нибудь российском городе, как вы считаете, за то, что он... Давайте вот начнем с того, что мы не знаем всех подробностей. Так, а то есть вы считаете, что там была какая-то предыстория? Я просто не знаю всех подробностей. Вы не слышали, да? Нет, я, честно, я впервые об этом слышу, и это странно. Это, в принципе, странная ситуация. И, во-первых, во-вторых, не очень приятная. Душа. Вот не очень приятная. Да, совсем не приятная. Поэтому, как бы, что угодно могло быть причиной. И я не до конца верю в то, что именно языковой барьер. Потому что, честно говоря, все эти истории про... ну, про... вы сами знаете что. Они слегка утрированы. Я живу... я родилась и живу. Живу-то я уже здесь. Но, тем не менее, я всегда говорю, что живу. Родилась и живу в самой западной точке Украины. Ну, да. То есть, западнее только за границей. То есть, это гнездо национализма считается, как бы. Вот. Дело в том, что до такой степени многонациональный город и никогда в жизни, никогда в жизни никто ни на кого косо не смотрел только из-за того, что кто-то говорит на другом языке. Может быть, это было раньше? Может быть, сейчас-то все изменилось? Нет? Нет? Нет. Я езжу в Ужгород со своими московскими друзьями. И слушайте, это все на самом деле... это очень все преувеличено. Во-первых. Во-вторых, давайте прекрасно понимать то, что везде есть хорошие люди, везде есть люди... И это бесспорно. ...не очень хорошие. Это бесспорно. И как бы это не сильно зависит от места. Я сейчас не пытаюсь оправдать, хотя, может быть, чуть-чуть где-то под спиной пытаюсь. Нет, вы пытаетесь, если вы правильно делаете. Было бы странно, если бы этого не делали. Ну, просто... просто это не так, и я это знаю. Потому что я... я... ну, я всю жизнь говорю на русском языке. Потому что, когда я училась в школе, у нас все 20 школ были русскоязычными. Сейчас это не так, но сейчас никто не игнорирует, по крайней мере, в городе Ужгороде, я об этом точно знаю, никто не игнорирует русскую речь. Никто. То есть, какая разница, на каком языке ты разговариваешь со мной, если ты... Вы очень ушли всерьез, Кул. Да, но потому что... Я прям смотрю, что у вас вот эта вот тема... Ну, это такая тема, потому что... Задела, да. Но я очень не люблю, когда врут. Когда что-то... когда что-то утрируют. Потому что это не так. Ну, все, кто приезжает не только на Западную Украину, в Киев, они, проведя, ну, хотя бы неделю с каким-то проявлением негативного отношения к москалям, они сталкиваются. Я вот... мне сложно представить, что в России... Слушайте, знаете, сколько раз я слышала в свой адрес? Вы слышали что-нибудь... Слово хохлы... Прохоклушка. Это вкладывается, это с любовью произносится. Ты, говорит, свою бумажку эту в хохлянде у себя будешь показывать, ясно тебе? То есть вы понимаете... Ну, это вы про каких-то чиновников говорите. У них нет национальности. Бюрократы и чиновники... Дело в том, что... Ну, нет. Это проявление не самого хорошего воспитания какого-то конкретного человека. Да. А если мы сейчас говорим о людях, которые слушают музыку, читают книги, смотрят хорошее разное кино, никогда в жизни вы от них такого не услышите. Ну, без причины, на ровном месте, да никогда в жизни. Ну, никогда. Хорошо. Хорошо, ну тогда мы, скажем, Киев более музыкальный город, чем Москва. Я очень много, я очень много раз за последний месяц, за последний год, за последние 8 лет слышу это высказывание. Так, и... Is it? Да, вот вопрос к вам, да. Я не знаю. Я не знаю. То, что он, безусловно, очень музыкален, это факт. Но не факт, что здесь меньше экспериментаторов от музыки. Понятно. Вот. Музыки много везде. Вы очень грамотно ушли от вопроса. Нет, 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 я не по... не вашим и нашим. Мы с самого начала поставили, расставили точки над тем, что кто-то меня не любит, я спокойно с этим живу. Окей. Кстати, они уже нас не смотрят. Нет, нет, кстати, точно смотрят. И ведь есть такие, которые смотрят, думают, где она подставится, где она что-то скажет такое, чтобы можно было. На самом деле есть, потому что они иногда даже на концерты ходят. Конечно. Это для меня удивительная вещь. Ты потратил целый драгоценный вечер и какие-то деньги на то, чтобы пойти и мучаться. Ну, тогда мучайся. Нет, ну не бывает же абсолютной любви. Это же всегда, когда есть похоронник, всегда есть нерпожелатель. Нет, нет, я про тех, кто изначально вот супер не любит, зачем ходить, непонятно. Мне кажется, вы как-то вот... я с таким не сталкиваюсь, что вас кто-то... Кто-то, может быть, не понимает, но у вас и музычка непростая. У вас же не умцаца такая, которая вот, ну, прям вот... Черт, я так старалась. Не получилось, прокололись, да. Это же не три аккорда, которые любят, в общем, ну, 90%. Поэтому... Ой, это так приятно, это такое приятное, мне сказать. Нет, это правда приятно, потому что мы за рост, мы за развитие. Я лично за эксперименты музыкальные очень-очень. Да, но у вас самые сильные вещи, они как-то при этом не становятся вот в хит-парадах самыми... Они не станут, и это абсолютно нормально. Которые самые сильные, просто вот, как говорит мой знакомый, тупо с музыкальной точки зрения. Да, 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 и они не станут. Не станут? Нет. Это не зависит от общей музыкальной культуры? Это вообще, это глобальная тенденция? Я вообще не понимаю, от чего это зависит, я просто это поняла. Что, ну, не станут... Те песни, которые каждый раз вызывают во мне до такой степени приятные мурашки, от которых аж больно... Ну, про собственные сейчас песни. Да, 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 я очень люблю свои песни, и по-честному, я очень люблю петь, это я так люблю петь, нет, я очень люблю петь, вот, я эгоист, я делаю то, что мне нравится. Ну, артисты должны быть такие, конечно, мне нравится петь, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Но те песни, от которых мурашки самые огромные, они, как правило, не станут на радио. Ну, вот это так, это так плохо, это так хорошо, это так, это не хорошо, не плохо, это данность. Вы можете припомнить какой-нибудь свой самый удачный по ощущениям собственный концерт, я не веду количество сборов там или критиков, а вот по по ощущениям, и наоборот, самый вот просадку такой, самый-самый неудачный, можете вспомнить сейчас, есть у вас такие? Ну, вот, конечно, очень странными были негромкие концерты для нас, они же были у нас уже в ноябре, и поэтому я с таким предвкушением жду по 27-м, потому что это очень странное ощущение на сцене, когда ты до конца, когда ты до конца потом не можешь вспомнить, то есть это какое-то такое, это такое какое-то состояние такого легкого тумана, но я месяц не могла смотреть видео с этого концерта. Да? Да, я не знаю, по какой причине, то есть мне так было волнительно, потому что это было экзаменом абсолютно для каждого человека, стоящего на сцене. Дело в том, что я сейчас с ребятами выступаю, даже язык не поворачивается сказать, работаю, хотя мы работаем, музыканты мои, вот, ребята очень опытные, ребята очень музыкальные, все очень разные, поэтому, поэтому музыка у нас дышит, и поэтому мы сейчас играемся с нашими песнями, конечно, забавляемся, вот, и они в чем-то даже, может быть, поборзее, по-хорошему меня, потому что я могу где-то, ну, я все-таки девочка, я, ой, я так волнуюсь, ага, дверь с ноги, пошли, когда пойдем, а все, малыш, нормально, вот, вот, то есть перед этими концертами волновались, по-настоящему волновались до мокрых ладошек абсолютно все, вот, вот, и мы сняли киношку про этот негромкий концерт, и там есть кадр, от которого у меня начинает биться сердце, вот, за секунду до того, как я вышла на сцену, у меня там вот такие глаза, это оцепенение, это реально, как перед шагом в бездну, вот, и это ни с чем не сравниться, вот, это по, по, ну, по эйфории, да, вот, ни с чем не сравниться, по-честному, а по эпик фейл, слушайте, ну, у меня, часто у меня вообще лажи случаются, я очень часто себе разбиваю губу у микрофона, да, я читал об этом, вот, я один раз очень смешно грохнулась на сцене, один раз я просто, ладошки потеют, у меня вывалился микрофон в толпу, но, так как я, в принципе, не боюсь над собой поржать, это абсолютно нормально, то есть я, я потом не переживаю, ну, вот, грохнуться на сцене было, ну, как-то, это все равно больно, поэтому так обидно, это как на улице. Что ж, я желаю, чтобы вы не грохались на сцене, чтобы вы всегда были в лучшей форме, вот, а чтобы аватар нашел свой хозяин. Я очень желаю, чтобы аватар нашел хозяина. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok